а мы продолжаем выкачивать воду и паять нашу пленку пока мы не спаяем полотно пленки которая ляжет у нас на низ водоема и не закроет место где набирается вода мы вынуждены постоянно насосом откачивать определенный объем воды чтобы потом мы смогли по этому шву и которые тут образуется шов пропаять нашу пленочку мы отдельно здесь создаем большие полотна пленки перемещаем их к этому другому краю выставляем их и будем паять по чаше вот по этим траекториям пока не дойдем за пределы набора воды грунтовой далее мы допаяем остальную часть пленки прямо на месте выкладывая двухметровые рулоны до окончания нашей чаши вопрос грунтовых вод и вопрос изоляции чаши мы вот откачиваем воду постоянно чтобы изолировать но и вопрос возникает что делать чтобы пленка не поднималась грунтовыми водами вверх есть два варианта здесь у нас пленка вода поднимается грунтовая максимум на 40 сантиметров по окружности есть пруды где вода поднимается достигают в метра 80 сантиметров в сравнении с окружающим пространством то есть предположим по эту вот окантовку в нашем случае где вода поднимается невысоко изолировать легче мы откачали воду спаяем шов который идет по воде подложим мешки с песком чтобы вода не затапливал наш шов и мы смогли спаять далее набираем вот у нас мешочки набираем мешки песком заложим это дно временно придавим пленку для того чтобы вода не выдавливала не поддавливала снизу нашу пленку она не была в невесомом состоянии далее мы по мере декора будем эти мешки убирать с внутреннего пространства чаши мы будем выкладывать бут на низ и засыпать щебнем 20-40 полностью дно и в принципе мы всю пленку будем засыпать щебнем в качестве декора таким образом мы придавим нашу пленочку и она у нас не будет плавать невесомом состоянии на высоту поднятия грунтовых вод естественно если пленку ничем не придавить то плотность воды с двух сторон одинаково и по законам физики она будет в каком-то вот находиться месте где выровняется давление чтобы этого не было нужно всегда придавливать второй момент если вода очень высоко нужно постоянно дренажником откачивать воду до такого состояния а это в принципе возможно мы где не делали такие пруды везде удавалось откачивать где быстрый приток воды откачиваем помпой бензиновой предположим которая откачивает до 60 кубов в час если небольшой приток воды хватает обычного дренажника как у нас 20-30 кубов обычного китайского дренажного насоса мы откачиваем воду и изолируем далее мы сверху наливаем воды и принципе когда на вода наполнена максимально что может где-то подвижная быть пленочка это вот на вот такой небольшой глубине но есть правило никогда эти пруды после набора воды нельзя полностью выкачивать до глубины поднятия грунтовых вод если откачать ниже образуются пузыри воздушные и это будет проблема при повторном наборе нужно будет чем-то ее придавливать и выгонять эту воду с под пленки выкачивать эту воду и или пытаться другим образом выгонять эти пузыри чтобы не было такой проблемы нужно нельзя выкачивать полностью воду с прудов которые созданы на грунтовых водах сейчас мы завершим изоляцию чаши мы вот паяем полотно мы которое у нас будет шириной не шириной 6 метров или даже 8 метров с отдельных двухметровых полотен чтобы полностью застелить эту часть вот и спаять всего один шов который у нас идет по воде мы подложим еще докачаем воду подложим мешки сделаем сухой сухое пространство для пайки и спаяем вот это вот вот это вот место далее у нас останется допаять вот этот вот кусочек с отдельных полотен в чаши и изоляция пруда будет готова и в дальнейшем зафиксируем пленку по периметру приступим к следующим работам которые уже не связаны с изоляционными работами завершаем пайку пленки нашей пвх на озере весь котлован вот у нас укрыт уже полностью сейчас осталось в конце вот небольшой кусочек остался и готова по поводу экономии пленочки вот мы впаяли в котловане основные рулоны и у нас бывает не хватает вот так вот небольших промежуточков которые на береговой линии остаются в средстве раскатывания ровных рулонов мы например берем с угловых частей с угловых частей водоема вот здесь из-за того что поворот много пленки остается мы вырезаем и вот такие кусочки вот так вот расстилаем вот и допаиваем чтобы пленка была вся по береговой линии больше нежели высота борта чтобы у нас не было мест где будет не доставать пленочки не хватать пленочки для того чтобы вода не перетекала нужный нам уровень и получается что у нас в этих местах нет пленки лишней а в местах где не хватает есть и таким образом у нас максимально рациональное использование пвх либо также мы делаем из бутил каучуком но с бутил каучуком это не так экономно так как любые доклейки требуют ленту и праймер а лента и праймер стоят денег и тут уже вопрос экономии относительной а пвх нам ничего не стоит брать паяльник и допаять в некоторых местах вот к примеру такое же место не хватило вот по длине мимо мало пленки я вырезал прямоугольничек где была лишний кусок лишние остатки и сейчас мы допаяем и будет по береговой линии нам хватать вот мы по я мы обычно остатки допаиваем по береговой линии где есть нехватка по поводу складок из-за того что солнце пленка неравномерно у нас разогревается где тень она сужается где солнце расширяется и получаются вот такие складки когда у нас пруд делается и пленка не закрывается мы максимально при отсутствии солнца выравниваем это все и практически вот этих вот складок не видно но у нас в данном водоеме все будет вся чаша засыпаться щебнем обкладываться камнем пленки будет не видно поэтому нам принципе не важны эти складки они все будут скрыты от взгляда полностью а вот эта вот зона будет засыпаться речным песком так как это у нас пляж вот такая еще ситуация в общем изоляция завершена здесь ушло на нее 670 квадратных метров при создании озера с площадью поверхности 420 квадратов если быть точным и глубиной 3 метра вот столько пошло на это пленочки следующий этап работ связан с проведением закладных через пленку которые я покажу в следующем следующей части видео как это делается и как что с собой представляют закладные